Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Space Gladiator. Сразу, ребят, скажу, что сегодня у нас будет, скорее всего, заключительная серийка, по крайней мере на ближайшее время. Не знаю, как дальше, в общем-то, ребят, будем ли возвращаться в эту игру или нет. Но мы посмотрели на всех персонажей, и я бы хотел в заключении сыграть на максимальном уровне сложности за Патото. Вот, за Патату, точнее. Это наиболее простой персонаж, наиболее живучий, и у меня больше всего шансов за него просто... За время записи, за одну или там парочку попыток, условно говоря, да, показать какой-то более интересный результат. В общем-то, как-то так, да. Плюс еще я хотел посмотреть, как раз-таки, что там у нас открывает за сложности. Я именно за него, за кадром, быстренько эти сложности и проходил, потому что это требует уж какое-то время. За других персов это заняло бы гораздо больше его, в общем-то. В прошлый раз мы с вами играли за Пепелона, прошли игру, было непросто, жесткий персонаж, немножко об этом еще, возможно, поговорим. У меня за него там первая сложность еще тоже пройдена, за кадром проходила, за Робби я там проходил все такое, чтобы подкрывать какие-то предметики. Но сегодня, ребят, у нас Патата. У него 6 хп, 8 сил и 8 технологий. Он легкий персонаж, считается, плюс 5 вампиризма у него со старта, плюс 10 колючки. Начните с фрикадельки, это его оружие, появляется больше фруктов. Поедает броню для получения здоровья и монет. Улучшение у него, плюс 2 хп и плюс 10 колючек будет, суммарно. И также еще появляется больше фруктов от финальной прокачки. Лайкосик, ребят, под видосик, а у антиком безумно приветствуется. И что касаемо усложнений. Вот тут они вот так вот выбираются, здесь мы понижаем, здесь повышаем. Мы ставим себе, ребят, максимальную сложность. Я 4 сложности прошел, с этой я еще не играл даже. Сначала, ребят, у нас более сложные арены. А на врагов на аренах становится больше, насколько я помню. Больше врагов. Это в обычных комнатах. Это типа мы проходим волну врагов, и у нас появляются еще новые, так же, как появляются на аренках типа. То есть не так, что у нас комната ломаются, и что там просто валяется в роге и потеряет структуру комната. Они именно волнами идут, в том числе и в комнатах. Сниженное лечение. Это, по-моему, уменьшает... А, это, по-моему, убирает хилку перед аренами. Если не ошибаюсь. Битва со всеми боссами. Это значит, что у нас на каждом этаже будет 2 босса в конце подряд. И получение двойного урона, финальный уровень сложности, самая жесть. Больше не можешь атаковать вертикально. Нельзя будет прыгать вот так, типа... Ой-ой-ой-ой. Я даже не знаю, хочу ли я себе это брать. Тут вначале тебе предлагают такой перк, который очень сильно влияет на забег. Крошечные руки. Не можешь атаковать вертикально. Погоди, а если я буду вот так бить, он у меня будет вертикально лупить? Нет? Мне кажется, не стоит это брать, на самом деле. Защищает атак, потребляет всю энергию, удовольствует и лечит вас на 1 хп. Здесь тоже фрикадель, как у меня, ребят. И погнали начинать, в общем-то, да. Посмотрим, что из этого сегодня получится. Куда получится вообще дойти там и так далее. Ставраги, ребят, у нас, что меня радует. Они не становятся какими-то толстыми там и так далее. В этом плане игра не становится душнее. Вот у нас, видите, появляются. Вторая волна. Но прикол этой волны в том, что... Охренеть нам жопа. Двойной урон. Это прям конкретно так неприятно. Но этот персонаж со старта, по крайней мере, имеет какую-то выживаемость. Поэтому он может подхиливаться и так далее. Так, наверное, ребят, пойдем вниз. Хоть сверху есть сунук. Но снизу есть 4 вопросика, можно посетить. Это очень много. Это очень приятно звучит. Так что давайте пойдем вот так вот, в общем-то. Вот у перца есть своя подхилка. Поэтому я и хотел поиграть, если то именно за него. Потому что я из-за другого перца могу рано или поздно пройти. Само собой любую орунную сложность. Потому что им бой все равно можно затащить рано или поздно. Но на это уйдет много времени и мне опять сложности открыть. За это перца тоже было гораздо проще и быстрее. Поэтому я решил именно так. Блин, а мне хватит вообще? Ему то ли 5, по-моему, 5 раз надо его знать. Надеюсь. Хоть бы не 6. Нет, здесь двойной урон! Здесь тоже Х2 дамаг идет. Вот этого я не ожидал, если честно. Окей. У нас весь урон входящий в 2 раза увеличен. То есть и от дьявола, и от ловушек, я так понимаю. Что весьма неприятно, конечно. Так, оружием транквилизатор можно взять. Лил пистолет-пулемет. Транквилизатор он, по крайней мере, оглушает. Прикаделька, она типа от ХП скелится. У меня ХП может потенциально много. Но давайте возьмем себе вот это. Оно дает переговоры еще к тому же. Это будет для меня весьма полезно. Возможно. Блин, а денег нет ни хрена. Удавают количество существ в каждой комнате. Это вот эти вот, которые ману дают мне. Три технологии высота прыжка. Шанс у существ уронить монеты при смерти. Ну, можно взять, в принципе. Они чуть-чуть будут дропать монеты. Какие-то пронесные, ребятки, я за кадром видел уже. Потому что за других перстов проходил и так далее. Плюс 8 технологий, минус 1 ХП я брать себе точно не хочу. Мы хотим играть от ХП и от силы. Опа. 1 к силе за каждые 5 колючек, которые у вас есть. Это сигнатурный предмет этого перца. Перк, точнее. Мы его обязательно берем себе и поехали. Так, давайте щитом прикрываться, стараться. Тихо, тихо, тихо. Не угрохай меня. Надо прикрыться щитом, чтобы восстановить себе ХП, потом энергию регенить, потом сейчас и снова захиляемся. Потому что щит это, считайте... Оп. Отлично. Это хилка за одну энергию. Главное им не забывать пользоваться. И плюс он дает еще неуязвимость ненадолго. Поэтому это можно очень так активно отхиливать. На самом деле очень хорошая активка в этом плане. Оп. Ауч. Тихо. И еще у меня, ребят, родилась за кадром я когда бегал. Вот я сейчас об этом случайно вспомнил. У меня была такая мысль, как можно сделать практически неубиваемый билд. Короче говоря, смотрите, ребят, есть предмет, который... То ли предмет, то ли перк, по-моему, предмет. Который регает тебе одну энергию при получении урона. Ты берешь себе щит и берешь себе тот предмет. Ты получил урон, ставишь щит и ты любую атаку заблокируешь, восстановишься. Получил урон, снова ставишь щит сразу же. То есть буквально вот на автопилоте. Получил урон, щит. Получил урон, щит. У тебя всегда будет энергия, ты всегда будешь отрегенивать получаемый дамаг. Единственное, что это не будет работать с атаками, которые бьют сильнее, чем на 1 хп. То есть если тебя будет бить по 2 хп, это тебя не спасет. Но с одноударными атаками более чем. Плюс еще ты можешь сам параллельно бить. То есть тебе надо защищаться только когда у тебя именно по тебе попали и у тебя отнялось хп. Вот так вот. 7 урона всем врагам, когда вы получаете урон. Хорошая штука. Вот это тоже прикольное в принципе, но мы это не берем. Всякие броньки нас не особо интересуют, потому что это для меня только лишь дорогие хилки. Они дают монетки, конечно, да, но они дают монетки меньше, чем стоят. Если нам на халяву где-то будет давать тот самый, это конечно не имеет смысл. Но так особо меня это не шибко интересует. Так, существ убиваем, слишком сильно с ними не зацикливаемся, потому что они дают не прямо уж так много золота. Тоже опять же там копеечки буквально, но их много. Так, можно пойти вниз. На дьявол я идти не хочу теперь, значит. Потому что он требует еще больше хп, получается будет 2-4. Не 1-2, а 2-4 сразу же. То есть два предмета купить, это просто минус 6 хп, я так понимаю. А наверное ангела тогда через оружие и через остальные комнаты пойдем вот так вот. Да, у этого перска есть выживаемость, это в этом плане он очень хорош. Но здесь уже посерьезно становится, тут прям совсем фейс ролить не стоит. Без фанатизма, 5% урона есть. Так, это костюм мне не нужный. 5% урона замечательно, конечно. Я за кадром еще бегал за Папилона. Надо сказать, что да, этот персонаж он не просто сложнее всех остальных, по-моему. Он прям на порядке сложнее. Я вот бегал за Робби, за Робби, типа когда я уже с сознанием игры более-менее, да, сейчас, нежели когда играл за Робби на записи, то я за него прошел просто на раз-два-три, очень было легко. То есть атака Робби, казалось бы, неудобная, она на фоне атаки Папилона кажется просто какой-то мантрой небесной. Она дико комфортная на этом фоне. Хотя когда я играл за Робби, я от атаки именно дико негодовал, она была крайне дискомфортная, потому что на фоне Патата, например, этого, да, на фоне Гладиатора обычного. Это, конечно, да, но на фоне Папилона наш Робби это просто, просто, просто благословение. Тем не менее, за Папилоном мне на самом деле понравился, играть уже за него так посложнее, но далеко не в каждом забеге попадается нормальное количество технологий. Зачастую бывает такое, что ко второму этажу приходишь, а у тебя технологии столько, сколько их было изначально, типа вообще не находишь ничего на этом. Вот такое частенько случалось, к сожалению. Так, это будет слабо, бить, дает вампиризм, дает харизму. У меня переговоры есть в 100 прыжка. Давайте-то со своей оружием останемся, наверное. Не будем здесь брать. 6 технологий скорости движения, это от брони скейл, для меня это вообще не работает, можно сказать. Особенно будет страшно тогда, когда будут парки, которые бьют на 2, потому что они начнут бить на 4, финальный босс бьет на 2, и это, конечно, весьма больно. Но так, в целом, я думаю, что этот сложность я прошел тоже за любого персонажа, но, конечно, за других персонажей каких-то более серьезных, это бы заняло существенно больше времени, чем за того же Потата, например, чем за каких-то вот таких вот классических удобных. Вот за... Наверное, за Пепелона, на самом деле, было бы труднее. Мне кажется, за Пепелона мне пройти вот 5 уровня сложности было бы труднее в раз в 5, чем за ближайшего к нему по трудности персонажа, потому что реально Пепелон значительно труднее выглядит для него. Вот, два этот эффект еды не складывает. Не складывается, имеется в виду, что это не складывается с куклой, которая дает тоже двойной эффект. Есть такая кукла просто. Но можно взять себе арену ангелов усилить. Я, наверное, ангелов себе усилил бы. Фрукты очень хорошо, конечно, учитывая, что они еще часто встречаются нам, но фрукты это не спасение на боссе. Хотя, фрукты могут очень неплохо подсаппортить на боссе, если бы у меня была эта самая, была бы корзинка фруктов. Корзинка фруктов. Я просто сейчас как раз-таки аниме наименной смотрю, поэтому я как-то так, на секундочку, улыбнуло это название. Это, которая при использовании фрукта доваляет себе фрукт в корзинку, и ты можешь его потом использовать еще тоже. Но не бесплатно за энергию. Так, ставим щит. Не забываем подхиливаться. Стараемся держать хп себе на фуле. Вот так. Учитывая, что буквально достаточно три удара, чтобы обратно захиляться, можно так единую долю здоровья восстанавливать, на самом деле, с щитом. Если найти какой-то апгрейд на щит, может быть, вообще будет очень круто. Плюс одно хп, больше пришельцев. Тут есть меч, который дает много сил, но я возьму себе один хп, наверное, вот это вот. И приролю, наверное, лодочек. Защищает от всех ловушек время предназначения 2 секунды. Это какая-то новая кукла, вроде бы. Пять шипов мне не подходит. Две хп, минус три энергии. Ух ты, блин. Шарфик. Всю энергию в ноль я, честно говоря, не очень хочу сливать. Два хп вкусно. Но энергию надо будет возвращать, пытаться. Давайте попробуем. Ладно. Ноль энергии. Я надеялся до последнего, что вдруг, типа, нуля не будет, что минимум, типа, один. Но нет такого ограничения. Ёлы-палы, слушайте, я сейчас как-то отхватываю тут. И выхиляться-то не смогу. Так. Ай. Кпшечка. Вампиризм хоть со старта у перса имеется, но его все равно хочется подпрокачать. Потому что пять вампиризма. Это хилка каждые 16 попаданий. Один хилки. То есть 32 попадания я могу скомпенсировать с 1-зор по мне. Так. Можно пойти на босса, но на босса чисто не особо хочется сейчас идти. Можно пойти на оружие, плюс на врагов, потом комнату дьявола, скорее всего, обогнуть. Но она вряд ли мне подойдет. На босса сейчас я не хочу идти. Красный энергошарик. Топор, если, кстати говоря, хп восстанавливается, если попали по одному врагу хотя бы. Но это три энергии. Я не скоро смогу его использовать. Нам в теории надо бы защитный навык поменять, но тут только оружие у нас встречается. Один хп 19 шипов, один хп 9 колючий, кстати говоря. Давайте нам топор возьмем. Мне по-любому там активизатор не нужен, только ради скидки, разве что. Поэтому меня такой вариант вполне себе устраивает. Так, ну пошли сюда. Тихо. Не торопимся. Вот так вот выносим. Есть вроде как ачивка пройти пятую роль сложности на каждом персонаже есть. Так, ну, за каждого перса есть своя ачивка такая. Возможно, там какой-то анлог будет, не знаю. Отдельно каждую тоже за каждого перса нет ачивки проходить, например. Мне кажется, что со сложностями здесь было бы очень правильно сделать так, как это сделано у братата. Потому что... Точнее, не совсем так, на самом деле, я бы сказал. Потому что тут как у нас получается. Тут за каждого перса надо тебе, чтобы открыть новый уровень сложности, надо за него именно пройти на предыдущем. И это получается огромнейшее количество забегов. Просто чудовищное какое-то. Тебе за каждого перса пройти фулл игру. Ну, ты свихнешься, реально. У меня сейчас у нее наиграно там 20 часов, типа. Правда, опять же, с записью ты играешь гораздо медленнее. Поэтому я могу тоже самое пройти, наверное, гораздо быстрее. Тоже прогресс, но все равно. Мне кажется, было бы правильнее здесь сделать так, что ты проходишь уровень сложности. За любого персонажа, да, первый уровень сложности прошел. Он для всех открывается второй. Но при этом изначально доступ к уровням сложности открывается за персонажа, когда за него прошел игру хотя бы разок. То есть, смотрите, тебе надо разок пройти игру на нулевой сложности, чтобы открыть доступ к механике. Принцип повышения сложности. Но за каждого перса по отдельности проходить каждый уровень сложности, чтобы это не требовалось. Потому что иначе так получает фулл очень долго. Откровенно говоря. Очень много проходить. Ладно, фруктиком восстановили 1 хп обратно себе. Потеряли 2, правда. Но не важно. Хотя бы что-то восстановили. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Блин, подор. Все-таки достал до меня. Легко. Ты сам, когда так описание перекрывают себе, конечно. Отплатить кого-то моба здесь проще простого. У меня фрукты так закрыли все. А, здесь эта штука есть. Ломай. Ну, я думаю, мобы лезут как-то и лезут. Понятно теперь откуда. И еще, ребят, очень важный фактор. Это то, о чем можно было бы изначально подумать. О чем я изначально так подумал тоже. Это то, что дополнительное количество, дополнительный монстр в комнате, что типа это круто, потому что это больше денег, все такое. Так вот, они деньги не дропают. Дропают только те мобы, которые появились в комнате изначально были в ней. То есть, появившиеся, они ничего тебе не дают. Они дают единственное тебе, это вампиризм прокается. Или что-нибудь такое, что работает от ударов по врагам. Например, у тебя есть штучка, которая работает от... Дает золото каждый скокот ударов по врагу. Это будет работать. Ну и вампиризм, понятно, металл он тоже. Но сами по себе эти мобы никакого положительного эффекта для тебя не оказывают. Золото они не дают, к сожалению. Так, атакующая способность, переговоры максимальное хп, переговоры технологии, вампиризм максимальное хп. Ну, кстати говоря, неплохой вариант, потому что колючка мне меньше нужны, как будто бы. Хотя колючки силу дают. И топор сам по себе хп генит, может, если мы наберём себе 3 энергии. Как мне 3 энергии набрать? Я не наберу, наверное. Давайте лучше в инферизм себе возьмём. Потому что мне хочется чаще восстановить хп себе. Так, давай. О, он наконец-то кидал. Правда, он дал плюс 5 сил и минус 20% скорости атаки. И это на самом деле брать не стоит. Сейчас, наверное, не знаю даже. Это такая... Это примерно сопоставимое значение статов. То есть это тебе плюс особо по ДПСу не выведет даже сейчас. Учитывая, что у меня нет скорости атаки никакой, это мне позволит делать меньше ударов по врагам, а я, наоборот, хочу больше и чаще. Чтобы вампиризм активировать. Потому что вампиризм неважно, какой силы атака у тебя идёт. Давайте эффект еды удваиваем себе. Нужно восстановление хорошее прям. Погнали на вторую аренку. Мне кажется, что первая моя смерть будет где-то на первом этаже, возможно. Вот так. Можно прыгать, кстати говоря, тоже. Это очень помогает во многих комнатах. Вертикально атака. Я почему не хотел от неё отказываться? Потому что понимаю, как... Я помнил, как я многие аренки проходил за кадром и проходил их просто вот так вот прыгая, пока открывал уровни сложности. Оп. Оп. Ай! Звета перса очень удобная вертикальная атака. Одна из самых лучших, я бы сказал. Поэтому отказываться от неё прям совсем не хотелось. Как видите, да, я просто... Снизу у меня весьма опасно тут. Ай! Только спускаюсь, сразу огребаю, да? И арена, видите, какая она долгая прям. Потому что, да, аренки усложнились. Они... Здесь просто целая куча врагов. Оп. Держи. Так, готово. Хорошо. Два эффект еды себе. Это замечательно тоже. Носит 4 урона всем врагам, когда вы разрушаете объект. Это скейл от технологии позволит нам на базу атаку сделать. Можно будет технологию подбирать в принципе. Спасает от смерти один раз. Ого. Кукла Ангела. Это тоже новый предмет, за кого-то открылся мне. За Робби, по-моему, кстати. По-моему, я тут в последнее взрыве открыл, как раз, когда играл. 10 монет при получении урона тоже хорошая штука. Блин, здесь бы все купить, а нам хватает денег только на два предмета, например. Сигническое устройство по-любому надо взять. Оно очень приятно на комнатах, на некоторых. И может, тут еще одно можно взять только неч. 10 монет при получении урона. Честно говоря, мне, наверное, не особо хочется получать урон. Этот перс играет этот колючек, как бы, да? Во многом, конечно. Но здесь, на пятой сложности, его обилка, она частично контрится. Часть силы этого перса. Можешь гораздо меньше урона нанести таким способом. От технологии. Ну, давайте от технологии скейл возьмем себе. Может быть, я буду статус от себя качать. И тут прикол в том, что у нас два босса, да? Но, по-моему, награду мы получаем, если я понимаю, только один раз. То есть, два босса, они не дают нам двойную награду за себя. Нам просто надо два босса снести, и все. Для меня нет никого в этом плюса получается. Тихо. Так, вот сейчас будет страшно. Сломать смог. Такс. Погоди, а он на стороне здесь не делает рывковые атаки, что ли? А, достал в конце все-таки. Так хорошо шел с ним. Видите, он ничего не дропнул мне. Да, зараза такая. А я думал, что он на второй фазе и рывок тоже делает. Может, он перестает его делать? Типа, я никогда не обращал внимания сейчас. Он все время готовился еще уклоняться от рывка. Сейчас он его вообще не использовал. Так, с этим просто можно, в принципе, рывком уходить от всех его атак. Каждый раз, когда он собирается атаковать себя, просто на это следить за этим надо. Вот так вот. Но труднее будет, когда вылезет второй, соответственно. Со вторым уже так просто не получится. У меня атака фиолетовая, кстати говоря, так важно, что это из-за того, что у меня скейл от силы и от технологии. То и другое работает. Так. Неплохо. А! Так и думал, что сейчас так получится, потому что... Хорош. Потому что они одновременно атаковали, я от одного задоджил бы. От второго не получилось там уже. Так, выбили Марти. Хорошо, это скейл от ХП. Союзник, который стреляет как ульками. Ну, фрикадельками в смысле, да. 15 минут на первый этаж. Да, здесь чем дальше, тем дольше у тебя время будет... Больше времени будет ходить на этажи, потому что арены дольше. Тебе аккуратнее играть надо. Босса еще два, собственно. Комнаты сами по себе больше становятся тоже. Аккуратненько этих сносим. Хорошо. Так, ты, дружище, у меня живой. Хочу энергию. Хочу энергию себе. Я всех существ, ребят, не убиваю. Я знаю, что из них деньги не дробят. Там такая копейка, что... Типа убиваешь попутно и хрен с ним. А отдельно у них возвращаться как-то особо не хочется. Давайте, наверное, вопросик пойдем. Магазин мне сейчас не шибко прям очень нужен как-то. Ой. Ой. Так, ладно, неважно. Вознес наконец-таки. Вот так вот. При этом, смотрите-ка, металлолом, по-моему, у нас все... Броня, точнее, у нас у перца все еще может быть. У нас не может быть снаряжения брони именно. Если мы найдем металлолом себе, у нас будет работать бронька. Она была бы в этом плане полезна, потому что она может стакаться сколько угодно раз. А то сейчас у меня фулл хп, например, да, и... Блин, падла. И вампиризм не работает, соответственно. Уже работает. А так бы мы себе дополнительно еще как-то поддерживали. 2 хп, 16 монет, 6 монет. Давайте 16 монет. 16 монет побольше. Все-таки. Чуть-чуть. Так, ломаем аккуратно их. Силу хочется прокачать, но обязательно надо качать не только силу, надо качать и хп очень важное, и этот самый, как его, скорость таки, само собой. Для меня это один из самых важных статов. Все-таки сейчас. Есть, хорош. Грамотный слез. 9 хпшки из 12, но здесь уже да, тебе расслабиться не дают, потому что цена ошибки сильно повышена. В следующую игру я считаю, что можно вполне спокойно пройти сильным забегом, потому что от забега к забегу не приходится, и забеги по серии сильно очень разнятся бывают. Но и осмысленных действий требуется тоже постепенно, как бы больше. Аккуратно. Лично у нас фрикадельки там кидаются, собственно, этот чел помогает немножко. Так, отойди. Я же тебя сейчас угрохаю. Урохал. Я наделался, не достану до него. Ну, хотел этот кушен сломать. Ладно. Наверное, это того не стоило. Я никуда. 4 хп. Хилка перед аренами. Мне было на нее, если честно, более-менее пофигу. Потому что она обычно так сильно тебе не решала. Она так бывала, конечно, приятная, но не решала сильно. А вот когда у тебя удвоенное лечение, когда у тебя бьют больнее, тут отсутствие хилкина перед аренкой, конечно, сказывается порой. Так, в высоте порошка магазин придет еще один товар. Модификация характеристик на изнаваемое снаряжение будет лучше. Ну, давайте магазины плюс один товар, допустим. По-моему, забег обречен, если честно. У меня нет энергии. Как бы, вроде, забег не на нее, но она реально мне нужна была бы. Ай! Я постепенно умираю и не вижу того, чтобы мне пришло что-то сильное. То есть мы практически не раскачались. Мы почти не стали сильнее от того, что было изначально. Есть. 3 хп. На каждой ренке свой пул врагов. Но бывает так, что они вот появятся, какой-то моб из них, да? Наиболее опасный. И тогда начинаются именно проблемисы. Есть. Так вот это загасить надо. Так. Пока живем. Я, честно говоря, в начале этой ренки думал, что мы уже скисаем. Что уже все. Фух. Справились. 666 монеток. Красивое число. 10% в квастоте прыжка. Это в квастоте прыжка 2 силы, да и вот атакующая обилка. 7 урона, когда получается урон всем врагам в комнате. 1 металлолом и 5 накоплений. Защищает от всех ловушек. Время призятки 2 секунды. Может, что взять, что кукла, а? 1 металлолом, как его погода, особо не сделает. Прямо уж так. Но все же. 5 накоплений. Еще защита от ловушек порой бывает тоже полезна. У меня куклы никакой нет, поэтому давайте пускай будет, наверное, возьмем это себе. Так, тут можно еще вот этого сверху вынести. Манетки так через стенку, они притягиваются, но не сразу к себе. Замечал тоже не раз-то. Да, тут хотелось бы уже иметь как-то побольше статов урона. Фига. Срок выживаемся, что-то перс, конечно, замечательное. Тепилулом каким-то здесь было бы реально напряженно. Потому что даже на низких сложностях за него играть весьма потненько. Так, можно пойти на аренку, можно пойти на инъекцию. Честно говоря, инъекция как будто выглядит более выигрышно, учитывая, что там аренка оружия в процессе, параллельно еще идет, да, который мне не особо интересно. Команда с оружием. Другое дело, что на дьявола я тоже не шибко прям хочу. Ну, потому что вряд ли я его использую. Но вдруг, мало ли, там что-то будет прям вот... Один предмет у дьявола можно купить в любом случае, да? Второй уже вряд ли, конечно. Но вдруг там будет что-то просто очень крутое для меня. Оп, хорош. Существ просто эти самые, какого ради монет собираем себе. Еще я понял за кадром, знаете какую тему, что перк, который увеличивает в три раза золото, получаемое от существ, он мега хорош, особенно пепелоний. Он очень сильно реально увеличит себе энергию. То есть ты когда с какой-то массовой атаки убиваешь толпу с той же лазерной пушки пепелона, да, то ты задеваешь этих существ, и я просто вот порой каждую комнату чистил чисто этим самым, как его. Чисто лазеркой и энергия не заканчивалась, потому что я с каждой лазеркой, считайте, если я убиваю одно существо, у меня снова активка заряжена. Снова я могу ей жахнуть. А в каждой комнате по два, по пять существ, например, там идет зачастую и так далее. То есть даже не надо бить врагов как-то своими атаками. Так, мы берем себе хп, в идеале мне найти оружие, которое дает скейл от хп на базовую атаку, да, чтобы мы качали только здоровечки, а у нас будет качаться и хп, и выживаемость. Но это надо найти еще такую пушку. И плюс. Хотя у меня сейчас хп 13, силы 14, у меня было бы намного больше урона, да, потому что сил у меня очень мало. Я раскачалась на как-то, я почти ничего на нее не нашел. Нашел там один апгрейд, который забирал скорость атаки, которая мне катастрофически нужна. Так, не достану. Отлично. И этого тоже добили. Фруктик, фулл хп. У нас, между прочим, четыре брони, кстати. Насобирали. Накопил. И эту броню можно вполне себе утилизировать как раз таки дьяволу. Потому что аренку, скорее всего, мы сейчас пройти должны. Но при этом на аренку я солью свою хп. Солью свою броню в любом случае. Лучше пускай я солью хп, и хп потом восстановлю. Еще как вариант просто слить броню. В обычной комнате, да? Вот так вот. Мне бы это не хотелось. Тихо. Все, готов. Три броньки, ладно. Здесь у нас что, пататы есть снаряжение, кукла на переговоры. Ну, мы берем все сейсмическое устройство, в принципе, пускай будет оно. Конечно, дальше враги идут пожестче, потолще, и оно будет не так негово работать. Но, тем не менее, все равно будет неплохо. Ну, получается, включаем снаряжение перед битвой. Так, урон при фулл хп, я думаю, что базы атаки имеют шанс вести двойной урон. Будет гораздо лучше, потому что отработать стабильно. Фулл хп у меня будет далеко не всегда. Вот, вообще, далеко. Поэтому, ну, это, наверное, в бане лучше. Ай. Так, от ловушки, в принципе, можно за ней особо не слить, потому что она стреляет ненамного чаще, чем два раза в секунду. Я могу от нее регулярно отхватывать, и кукла задоджит все. Ай, а вот от мобов совсем не хотелось бы. 7 хп, не очень хорошо. Пять. Блин, все равно ты на этот выстрел обойтешься, на самом деле, легко. Ну, отвлекает, зараза. Все равно ты пассивно от него доджишь. Потому что чисто на него не фокусирует свое зрение, выборочно так очень тяжело. То есть, что-то летает от всех выстрелов, пытаешься уходить. 9 хп, хорошо, аренку. А с аренкой справились, как я и говорил. Так, 20 колючки, между прочим, нехило. Один металлолома, можем и то, и другое купить, в принципе. Да, меня это вполне себе устраивает. Давайте, так и покупаем, так и делаем. Так, на босса этого этажа я, на самом деле, не прям шибко хочу идти. Можно на дьявола, на сундук. Без испытания, правда, но там маршрут гораздо вкуснее. Блин, можно было бы и на босса заскочить, конечно. Но босс там страшно, по-моему, меня порвет. У меня сейчас не такой сильный забег, чтобы его затащить. Спокойно, прям вот так вот. Потому что биться с ним я буду очень долгий. Зависит частично от рандома битвы, потому что у него есть атака, при которой он запускает ловушки. У меня, конечно, от ловушки есть резист, но их там будет такое количество летать, и они меня будут все равно очень сильно путать. Блин, я не увидел этого нового. У меня, короче говоря, кусок экрана, вот там, где у меня сейчас стоит потота, вот этот кусочек, короче говоря, я его не вижу практически. У меня его микрофон загораживает. Так, в итоге я сел чуть повыше, чуть микрофона просто стараюсь, чтобы он был ровный, и примерно вот как раз-таки на уровне рта, и мне это немножечко неудобно здесь так встает все, не идеально, скажем так. Давайте, если я все-таки не иду на босса, я могу по шипам пройтись, потом на... Ну, по шипам не касаясь их, в смысле, да. У нас защита от ловушек, в принципе, есть, что неплохо. Блин, а что если я здесь захиляюсь, а, будет фу, хп у меня. Погоди, а как на сундуку попасть? Может, откуда-то отсюда? Во, откуда нифига! Хорош! А, золотой имеет шесть силы! Теряете одну монетку каждый раз, когда вы атакуете. Блин, это много дает силы, конечно, но ты терять деньги будешь только так. Давайте я это возьму. Давайте, ладно, ребят, если мы приходим с фулл хп, отсюда из-за какого-то выходим, да? Когда существ сейчас надо не убивать, кстати говоря. Потому что убивая существ, я теряю деньги. Блин, как много фруктов, жаль, что и у них не утилизирует никуда. Ну так, смысл есть, конечно, фарм, потому что мы тут денег получаем больше таких приметов. Так, а погоди-ка, а что у нас тут сверху? А тут сверху ничего, окей. Ломаем. Галл не делает беспорядочных хаотичных ударов. На боссах-то хрен с ним, да, например, каких-то сложных помотов. А вот в обычных... местах... просто так не машем, значит. Потому что шесть сил, все-таки, это большой аргумент. Это много. Не хотелось от этого отказываться, когда у меня есть нехватка этого стата. Ну, хотя бы вот таким вот вариантом. Хотя бы минус немножечко золота. Хотя это будет меня постепенно закапывать, и... в перспективе не очень звучит. Ну, давайте рисуем, попробуем на босса, посмотрим, что получится у них чемпионограф. Тихо. Вот, видите, он колючку запускает. У меня, конечно, от нее защита есть. Ай, нет защиты. Лазеры. Я забыл про них вообще. Вы видали, как я доджил там в моментах, а? Ох, хорош. Вот это было от души. Милая кукла. 20% переговоры к скорости притяжения и к накоплению. Блин, это очень много дает. Но у меня будет металлолома в два раза меньше. Хотя металлолома в два раза меньше, это не в два раза реже, ты будешь получать броню. Сейчас мы получаем броню за 19 попаданий. А будем... за 20. Типа, один металлолома и два металлолома, разница... Точнее, ноль металлолома и один металлолом, разница огромная. Один и два, разница копеечная. Давайте так возьмем себе. Хотя защита от ловушек было приятно, конечно, но... Плюс больше переговоров, это скидка в магазине. Мне как раз таки вот есть некоторые напряги могут быть с валютой, у меня с экономикой забега. Поэтому давайте, наверное, это себе... Этот аспект себе немножечко бафим таким образом, собственно. Так, филочка, это хорошо. Хотя защита от ловушек была, на самом деле, тоже очень кайфово с этим бегать. Можно было в таких комнатах вообще практически не париться. Так, и у нас дьявол, да, сейчас? Что у дьявола? Существа умирают, когда касаются врагов и носят им 10 урона. Ну, кстати говоря, неплохо. Можно было бы взять. Харизма, это больше денег на арене. На 20%. На самом деле, это ощутимо будет. Вестернета возьмем себе. За 4, наверное, это я покупать не очень хочу, потому что сейчас впереди будет какие-то опасные комнаты. Я боюсь у них слиться. 7 хп будет и что-то как-то, не знаю. О, кстати, дала... Блин, надо было все. Блядь, кто же знал, что сейчас там хилка еще дропнется, сразу же хорошая такая. Блин, этот чел, который их с терроризистом дает, он позволяет мне... С одной стороны, конечно, они вот здесь два справа стоят, да. Я помню-то эту комнату. Не раз их встречал, тоже за кадром обращал на это внимание. Они заставляют тоже меня больше денег тратить. С другой стороны, они позволят мне больше набрать где-то брони, например, и вампирика выхиляться. Потому что много ударов делаешь по цели. Было бы очень круто, будь у меня воровство, да. Когда убиваете врага, получаешь деньги. Или есть еще предмет, который дает тебе деньги за каждое сколько попаданий по врагу. Что-то такое. Вот он бы компенсировал как раз того же частичного. Так, купон получили. Золото еще. Идем на сундучок. Пока что все, в принципе, более-менее неплохо идет. Желтый энергошар, плюс накопление, плюс технологии. Он мне повысит немножечко урон, но не сильно. Повысит мне заработок. Но уменьшится кп и вампирик. Вампирик у меня и так не густо. Давай с ней будем, наверное, брать. Ай! Блин, спалился как-то внезапно. Хорош наголо уляпаться. Комната такая, да? Такие платформы, но много дырок между ними. Ну так, сделаем. Ага, у нее нет продолжения второй волны. Хорошо. Кпшечка есть еще. Есть, в принципе, фруктов на дропулах. На самом деле, можно отплатить специально, чтобы получить урон. Потому что мы же за получение урона дропа получаем монетки. Так, где-то здесь внизу. Гуляет этот чел уже, да? Вот, отлично. И мне, соответственно, очень выгодно, когда враги кучкуются. Потому что я делаю количество ударов как бы меньше. Но при этом попадаю по врагам такое же количество раз. То есть вампирик работает полноценно. Зато тратим денег чуть меньше. Хотя там, опять же, за одной монеткой это и так парится. Хотя если я буду дальше набирать себе такие же золотые мечи. Если мне еще будет дропа, если это будет моим основным источником. силы, то это будет уже ощутимым аргументом, наверное. 27 урон это уже что-то хотя бы. На следующем этаже и это может не хватать. Потому что этот перс силен именно тем, что он поисходит может особенно сильно, чем сильнее обычных. Колючками дамажит многие, да? Жить хорошо. Но мне нужна у него большая сила сейчас. Что выжимаемость у нас частично покорежена так. А сюда как-то я не помню, как попадать. Я сейчас, по-моему, дальше проход был. По-моему, он был вот тут справа. Да, отлично. Что-то я еще помню здесь. Две бочки дали только лишь фруктик мне. Но опять же мы можем... Так, спустись. Как спуститься? Во. Мы можем здесь... Получается у меня одна штучка такая есть, да? Я получаю урон. Мы получили монетки. Я получаю еще урон. Мы получили еще монетки. Немного, конечно, но вдруг это будут те самые монетки, которые зарешают. Вдруг мне именно их не хватит. Не хватило бы, точнее, где-то. Ну, мало ли, вдруг. Кто его знает. Так, скорость атаки 20%. Это очень крутая штука. Опять же, это не предмет, это именно перки у нас. Такое предметом я не найду именно. То есть здесь отдельные встречаются. Есть похожие предметы, да? Способность углашать цели мне не надо. Найти предметы в разрушаемых объектах это крутая штука, если вначале получаешь. Но сейчас у нас уже вторая половина забега плюс-минус. Давайте, давайте, берем себе это. Это очень важная аренка, которая, по-моему, у тебя страшная весьма. Она очень страшная. Ёлы-палы, тут рыцари большие эти. Ё-моё, она перед боссом просто у нас, по-моему. Охренеть, нам жопа, по-моему, здесь. Если что, ребят, я не экономлю. Деньги свои не пытаюсь здесь. Тут не до этого абсолютно. Ай! 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 Нет! Жесть. Мы выжили, у нас 2 хп. Мы получили скоростаки, и сейчас будет босс. Чё нам делать? Бронёй хилятся, да? Давай, это хотя бы 1 хп. Перед боссом хилки нет. Харизмы, к силе, минус к скорости атаки. А-а-а. Ну вот дешевый предмет, все равно есть. Да, там у меня инъекция продвигает, которая давала 5 силы. Силы минус 2% скоростаки, то есть это ещё и выгоднее. А предмет сам по себе дешевый. Но меня интересует другое что-то. Вот, бицепс, например, можно. Пытка... Нет. Я угрокаюсь. Колючки, вампиризм, минус к переговорам. Давай, вот это берём себе, плюс вамбирика. И ещё удар. Хп 1, хп 2. Это крутая штука. Смотри, я не знаю, она от неё урон повышается в 2 раза или нет на катом возвышении. Не уверен. Так, вот давайте берём себе 1 броню, берём 2 броню. Делаем ещё реролл, потому что я, по-моему, скисну сейчас без этого. У нас 2 босса будет. Боссы не самые простые. 1 хп скорости передвижения. Рука пришельца. Опаньки. Нашёл. 29 урона будет. Но у меня 30 сил. У меня сейчас силу я подкачал, и у меня в итоге силы стало больше, чем хп. Потому что у меня было хп типа 13, силы было 14. Сейчас хп стало 14, а сила в 2 раза с лишним увеличилась значение. Поэтому как будто бы теперь уже не особо мне это подходит. Потому что они теперь скиски лица от хп будут чисто. Они от силы. Хотя вот тут я хп себе ещё повыше, но по-моему я... А, нет, я всё из-за того могу взять, в принципе. Божья коровка. Пояс. 34 будет, да? Минус к кассете прыжка, минус к харизме. А, но камни мне дают хп и вампиризм сами по себе. То есть 34, это с учётом того, что камни дают плюс хп. Не, давай с ней будем брать, наверное. Ладно, погнали. Задоили дыхание, поехали. Ох, блин, ещё и противный босс. Более противный первым идёт. Более опасный. Блин, по-моему я вздохнул. Что мне кажется. Ай! Ай, задел! Сейчас он будет больших вызывать. Нет, они бьют на 4 вообще же. У меня сейчас угрохает. Нет, меня этот говнюк летающая сопля вынесла. Один из тех, которых я случайно убил, их было всего лишь двое. Блин, обидно, досадно. Был неплохой забег, но на самом деле я бы сказал заруинил аренка. Вы получаете 1 урона, когда подбираете инъекцию. 4 силы. В принципе, давайте возьмём, наверное, это. Пистолет-пулемёт не надо, сердце. Окей, берём. Не стоило отказываться, точно не стоило отказываться от этой самой, как её, от энергии. Она сильно мне повысила выживаемость, особенно когда у меня была способность на щит. Но я очень надеялся, я почему-то был уверен, что мы найдём себе энергию ещё. Потому что энергию найти единичку, в принципе, не так уж трудно. Там зелье бывает, там ещё какие-то источники бывают, встречаются. Мне бы это, в принципе, очень сильно помогло бы. Но не получилось, не портануло, как говорится, да? Не нашёл я энергию. А аренка была прям очень неприятная, потому что там ловушки, летающие самые какие-то выстрелы. То есть там в ней перемещаться очень тяжело, когда у тебя и сверху ограничение идёт, да? И снизу колючки ещё. И при этом много ещё такие, знаете, не самый тоже приятный паук. Вот бывает такое, что некоторые аренки реально, реально напрягающие. Ну и, конечно, тычка на 4 от того здоровяка была тоже очень не в тему. Блин, можем пойти наверх, целая куча комнат, а снизу сундук. Ну и сундук, ладно, всё равно. Блин, нахрена на сундук пошёл, барню получил. Крупкое сердце, такое сердечко под одеяльничком. Педняжка. Сердце умирает от двух ударов вместо трёх. Нет, мы берём себе один силы за каждые 5 колючки. Конечно, в идеале было бы взять апгрейд на ангела, а потом найти этот перк справа. Но не факт, что я его ещё найду. Поэтому мы берём его однозначно, потому что мы теперь от колючек скейлим себе силы. Про это надо не заниматься, потому что я в процессе где-то местами, на самом деле, про это забывал. В прошлом забеге. Но это очень крутой апгрейд. Так, вот тут мне дают колючки, как раз таки, харизма, воровство. Это даёт харизму и переговоры. То есть, покупая сначала милоту, у нас борода будет на 4 монетки дешевле. Ну почему бороды нет у меня? Картошка наша по-прежнему лысенькая. Блин, этот джамби буги на самом деле весьма прикольный. Он так... По-моему, он толку может скашивать прям. А есть разорвать и уничтожить не факт, что я с этим джамби буги останусь. А вот это мне навсегда будет бафом. Поэтому я возьму себе это всё равно. Так, и мне нужно сердце, кстати говоря. У меня есть тут энергию немножко надо подрегенить. Есть что-то захилять, да, про это надо тоже не забывать. Большой нос. Минус к переговорам, шанс получать инъекцию получить при покупке товара. Это, конечно, круто. Но у меня инъекция, во-первых, меня ещё и дамажит. То есть, я минимум инъекции в теории хочу собирать. И плюс ещё это как бы в два раза. Ну, очень сильно повышает стоимость мне. Если получилось бы обнулись потом этот стат, да, найти предмет, который минусы вводит до нуля, как бы, ну, обвращает себе, отключает, было бы неплохо. А так, конечно, не очень хочется. Кстати говоря, я ведь от шипов тоже могу отскакивать. Я, по-моему, всю игру играл, особо об этом не задумываясь даже. Когда-то отскакивал, наверное, да, местами. Но не обращал внимания, я старался всегда только от врагов отскакивать. Почему-то. Не знаю. Правда, от шипов, по-моему, ты отскакиваешь слабее, мне кажется. Не уверен точно. Там, я сейчас оглушение было от моего пета. Небольшое. Насколько он сильно помогает, не знаю. Потому что к нему так трудно присматриваться в процессе. Но вроде он работает. За эту аренку я ещё получу шанс оглушить врага, зависящий от харизмы. Вот этот перк. Что для меня тоже весьма приятно. Харизма у меня 30% отымеется. Ведь сам по себе он хорош. Опаньки. Один силы, технологии или хп, когда входите в неизвестную комнату. Это комната с вопросиками, то есть. Плюс монет в комнатах с ловушками, плюс монет в жёстких комнатах. Тоже очень хорошо. Так, мы можем взять и то, и другое, и третье. Ещё и Билли. Маленький друг, который будет давать тебе еду. Это тоже приятно весьма. В идеале было бы найти Джоуи, да, который даёт мне шприцы регулярно. Потому что он очень имбовый. Если ты нашёл таких 2-3 Джоуи в первой половине забега, он всегда просто чудовищное количество статусов. Тоже очень сильно увеличивает его шанс на победу. Позволяет себе сделать, даже на позднем этапе игры, на поздних сложностях, тоже сделать мега имбовый забег. Ну, один из таких, знаете, способов, вариантов, скажем так. Если их понаходить, например. Так, я решил пойти на Мерзис, на первого босса. Так, аккуратненько сейчас лазеры сразу пойдут. Почему у меня было такое ощущение, что, да, сразу с них начнёт. Так. Главное, пока лазеры держаться где-то снизу. Там гораздо больше возможностей для уклонения. Тихо. По-моему, у неё есть такая вот вероятность того, что, типа, по персонажу именно лазер пойдёт, а он как повышенный, типа. Знаете, как лазеры, как метеориты в роли втором, например, да? Есть вероятность, что они попадут в рандомное место, есть что по врагу, а есть что по тебе. На самом деле они не просто рандомно падают, а вот именно что. Шансы примерно сопоставимы у вас. Хоть ты занимаешься лишь одну точку на экране, на тебя шанс упасть в такой же, как и в рандомное место, например. Вот примерно такое ощущение у меня. Так, две технологии за каждого одного питомца. У вас два пета уже есть. Утечка газа. Окей, пускай будет тоже. Если мы найдём скейл себе от технологии на базовую атаку, будем собирать себе петов, то, в принципе, тоже неплохой вариант. За пепелона тоже вот мега замечательно, когда ты находишь себе ту перчатку, которая даёт тебе скейл от технологии на базовую атаку, потому что у тебя база атака скейлится от силы, и у неё, в принципе, кап очень низкий, а тебе в любом случае, как правило, ею пользоваться приходится в той или иной степени. Это очень сильно её тоже бафает. Работает особенно хорошо, когда у тебя враг не имеет контактного урона, его можно более-менее нормально разбивать обычной атакой. Побитый. У вас на 1 хп за каждую 4 удара. Его эффективность очень сильно срезана сейчас, надо понимать. Потому что если раньше он тебе за каждую 4 удара получал одну хилку, и ты как бы твои обоживаемость на очень сильно повышалась на 9. А тут ты за 8 хп потеряешь, как в 1 остановишь себе торги, потому что удары все к минимуму за 8. В 2 раза усилить. Поэтому сейчас побитого, я даже не знаю, хочу ли я брать, если честно, зарешает ли он не. Может, стоит дьявола взять. Давайте дьявола возьмём. Так, а здесь, наверное, я ничего из этого брать особо не хочу. Эта штучка заробит топчик, конечно, но не для меня немножечко. Войд ган. Какая-то пустотная пушка. Запускает чёрную дыру. Наносящую. Которую по тяге врагов и носит 12 урона в секунду. Длится 2 секунды. Зависит от технологии. Ну, блин, у меня технология не особо раскачана будет. Атакующая способность. Без статок, к сожалению. Не уверен, что мне это надо. У существ есть шанс 1 протон уронить инъекцию. Нормально. Рано или поздно пропнется. С 2 протон шансом из врагов могут выпасть предметы. Тоже хорошо. И 1 энергии. Слушайте, а неплохой магазинчик такой. На перспективу чисто. Я вполне себе доволен. Так, у нас сейчас будет босса ещё. Будет обидно, если технология дроп... Какая-нибудь инъекция дропнется сверху, кстати говоря. Будет вообще не очень. 8 хп. Первым боссом потерянная душа. Вторым будет мозг, значит, да? Оп, 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 оп. Ну, я должен душу запинать спокойно. До второй пазы, по крайней мере, уж точно. Потом пускаем вот так сердечко. Пускай гуляет. Пока мы... О, всё, можно регениться. То, что у нас гуляет сердечко, а мы регаем себе энергию продолжаем. Да бей ты его! Нет! Нет, не убил меня, хорош. Блин, я чуть не сдох, мне показалось. Жесть. Что-то на второй фазе не очень хорошо было. 3 хп, мне сейчас как-то надо здесь ещё выжить. Фух, хорошо. С ним я тоже справился вполне. Так, острый, да, шанс нанести урон при атаке вниз. Зависит от хп. Окей, пригодится тоже. Мы атакой вниз, я зачастую на аренках пользуюсь. Так, хороший маршрут по большому количеству комнат. Кстати говоря, если упал на втором этаже, мне сразу же. И ещё, кстати говоря, про Папилона. То, что мне написали в комментах. То, что я тоже не заметил в серии. Заметил потом. Ощутил такой эффект, когда играл сам. Потому что я сам с ним поиграл тоже далеко не один замек, скажем так. 284 стоит плюс 1 хп. Давай, в принципе, меня это устраивает. Так вот, то, что Папилон при входе в каждую, ну, в новую комнату, он восстанавливает, оказывается, все свои патроны. А то я там всю серию пытался же восстановить себе патроны по окончании комнаты. Оставлять себе какого-то безобидного врага, на котором регенить патроны. А это было не нужно совсем. Энергия, конечно, регенить требуется тебе, да. Но патроны у тебя в каждой следующей комнате заново, они все восстановлены. Поэтому, если ты даже потратил все, ты не войдёшь в комнату беспомощным совсем уж. У тебя будет, по крайней мере, патроны на вертикальную атаку. Поэтому вот как-то так. Тоже важна ведь моя деталь для ZP-1, которую стоит учитывать. И это значит, что свои патроны тоже можно разряжать в каждой комнате, совершенно не парись. Даже если остаётся какая-то мелочь. Дваивает эффект инъекции. Блин, а учитывая, что у меня шанс на инъекцию есть существ, это очень круто. Другое дело, что у меня до сих пор ни одной инъекции не дробно. Понятно, что шанс 1% всего лишь, но существ в каждой комнате целая пачка. Могло бы что-нибудь и выпасть, на самом деле, для приличия атак. Так, вот так вот не самая приятная, но, по крайней мере, она более-менее терпимая. Тут пул врагов не страшно, на нём можно спокойно сверху держаться. И трудности какой-то серьёзный не возникнет. Ловушки тут только снизу, поэтому они так жёстко себя ограничивают ещё. В этом плане всё более-менее окей. А, и, кстати говоря, какашка, она моментально ломает... Ломает сердечко моё. Ну, в смысле, фрикаделька, да. Ну, понимаете. У вас, кстати говоря, уже должен был на канале видосик выйти по Magic Craft, игра, которая такая, типа, смесь Айзека и Ноиты. Это просто сейчас... Этот манер, да, такой, сеттинга Айзека, он не везде. Мерещится, где только может, да. Поэтому сейчас я его вспомнил и вспомнил про эту игрушечку ещё. Ну, так весьма красочно тоже так получилось. Первая серийка, очень много всяких сборочек интересных сочетаний, заглянаний и жезлов. Получилось протестировать, сразу же показать, посмотреть. Ну, в общем-то, кто не видел, то рекомендую познакомиться, если вдруг зайдёт всё-таки. Плюс две энергии, плюс переговором, плюс металлолома. Неплохо, кстати. Один к хп падаешь быстрее, шансы могут выпить предметы из врагов. Давайте берём себе купол, уберём себе эту штучку. Хрен с ним, берём с собой энергию, чтобы больше был запас. А вот кирпич хочу ли я брать, я не знаю даже. Потому что падаешь быстрее, это далеко не всегда комфортно. Давай с ним будем брать. Три урона от технологии, неплохо. И один хп сверху ещё взять, да. А, или картофель вообще, блин, картофель хочется. На то и на другое не хватит уже, да. Он стоит почти по 400, к сожалению. А это и хп, и сила, и энергия, в конце концов. Блин, не надо было брать две энергии эти. Энергетический кулак. Надо ли мне его? Или же взять бутылку с водой, например, и картошку. Давайте картошку и бутылку с водой реально возьмём. Повысим себе просто здоровечко. Вот так меня, в принципе, устроит вполне. Надо больше ходить по комнатам с вопросиками, кстати говоря, ещё, да. Наши за них бафы могут идти. Пойманные монеты. Вы взрываетесь всякий раз, когда теряете монетки. На 10 урона. Это взрыв не очень большой. Он реально работает, насколько я помню, с этим самым, как его. С золотым мечом. Но сейчас у меня его нет. Давайте кровавый зуб, наверное, возьмём. Минус 1 хп, плюс 5 сил. У меня хп достаточно, ну так, относительно много. Силу надо повышать всё-таки, как-то пытаться. Не знаю даже, по-моему, мне нужен всё-таки этот стат. Тоже мне нужны многие статы. Но у этого стата есть явная сейчас нехватка. Поэтому думаю, что хоть хпшку тратить совсем не хочется, но... В данном случае нужно. Окей, как комнат. Просто целая куча таких вот турелек всяких. И хп себе возвращаем обратно. Плюс 2 хп, это прям очень сильный шприц. Правда, мы теряем 2 урона, получаем ещё обратно. Просто я забыл. Так, давай сердце гасить, короче говоря, и хиляться при помощи него. На этой нотке я бы хотел также сказать огромнейшее спасибо и придать привет Славику. За донат в огромную сумму в 3000 рублей с сердечком написал поддержка оффлайн-стримера. Вот так вот, да-да-да. Я себя порой бывает называю, и в прошлой серии по брататке называл. Огромнейшее спасибо за поддержку. Мне это очень приятно, это очень ощутимо для меня. Очень большая, крупная, щедрая сумма. И самое забавное, что я в прошлый раз говорил, что мне вот человек поддержал, когда я записывал брататку. А этот донат пришёл, знаете, когда? Когда я играл за кадром, за Робби. И я это записывал. И я, ребят, даже скриншот себе сделал. Смотрите, вот у меня два монитора, собственно, да. Если делаешь общий скриншот, он вот так вот разделяется. Так странно. Второй монитор у меня вертикальный. Здесь получается такой кусок чёрного. Так вот, и у меня вот, типа, забег за Робби, да. Этаж 2-3, как раз таки, вот второй этаж сейчас, да. Через броню, вот я, там, был очень крутой забег. И вот донат, который 51 секунду назад. И я вот записывал тогда уже 6-6 лишних минут. Потому что я решил небольшой фрагмент этого забега, захотел, да, как его, запостить в группу ВК. С сайдиком таким, в общем-то. Потому что там у меня был прям очень жирный забег. Уже на втором этаже у меня было 41 брони. Там 32 силы, 23 технологии. Дальше стало ещё больше брони, там, силы и так далее, да. Были очень жирные и крутые предметы со скейлом на базовую атаку от технологий, в том числе, да. Целок у чем-то лова там было в том числе. Я набрал тонну брони. И самое крутое, у меня был дробовик, который скейлится от брони. Дамажная способность, да. И она была очень сильная. Она просто размазывала всё в щит. И был костюм призрака. Броня, которая имеет один броню всего, что-то ломается очень быстро, но имеет очень крутой эффект. 5 секунд неизвенности при входе в комнату. А у меня она не ломалась, потому что я играл чисто от брони, у меня было её тонно. И это был чудовищно сильный забег. И реально вот Робби в этом плане может прям будь здоров как разрывать, если найдёт себе металлом какие-то источники такие. И плюс ещё сам по себе он собирает металлом в комнатах вместо фруктов. Это тоже отлично работало. И вот этот донат пришёл буквально, когда я делал такой вот забег. Он получился очень сочным, очень имбовым. Я, может быть, ребята, он сейчас просто у вас там калажиками идёт. Собственно, моменты из этого забега, как я примерно... Как он разносил плюс-минус. Это прям очень-очень сильная штучка такая вот с этим дробовиком. Три пули по 60 урона каждая. 61 урона, да? Жалко, что я в конце забега забыл как-то поторопился и не посмотрел свои статы. Сколько в итоге было. Но донат там примерно плюс-минус вот виден. Но 61 урона это было в середине забега только. Потом стало ещё больше. 41 брони. Потом стало вообще дофигища. Прямо оно вообще разрывало. Вот забавно, что именно в этот момент... После видосика по братату, это конечно, человек смотрел и решил побежать. И я вот... Как его? Играл в брататку и именно записывал именно в этот момент. Случайно вот так вот донат попал, собственно, мне. Максимально вовремя так получилось. Ещё раз огромнейшее спасибо. Надеюсь, было, что интересно глянуто в эту вот ставочку с... Я не знаю, как его получается. О, сильное сердце. Это то, что надо. Вставочку с этим забегом. Огромнейшее спасибо за поддержку. Для меня это очень много. Это очень крупная сумма. Очень мне это приятно. Очень это ощутимо. Так, сердце сильное. Это двойной хил от этого сердечка. Это прямо ощутимо. Потому что делать взрывное сердце, типа перк есть, да? Оно не будет хилять тебя. Сделать, что сердце будет ломаться с двух ударов, а не с трёх. Ну, как будто бы, типа, мне я и три удара. Мне не проблема сделать чаще всего. Бывает иногда сразу как-то удобно, не успеваешь сделать, да? Понимаешь, что два удара лучше, но это не критично особо. Оп! Колечко. Это урон по боссам. Можно было, в принципе, его сейчас не подбирать, да? Подождать ещё. Ну, чтобы не отвлекаться на него, да? Устанно говоря, но оно мне тут мешать будет. Так, а вот три вампиризма, минус один хп на плюс три вампиризма, возможно, что стоит взять сразу же, кстати. Хотя... О! Блин, вы посмотрите на эту аренку! Четыре предмета я уже получил! Но у меня 4% шанса с каждого врага получить предмет. И, конечно, как я и говорил, да, что количество врагов мне... Если он не увеличивает мне заработок, да, как в комнатах, например, мне от этого профита никакого по умолчанию нет. Но я себе создал этот профит тем, что подобрал два рюкзака. Теперь у меня каждый враг, то что у меня аренки большие, да, усложнённые из-за возвышения. И в комнатах много врагов. Мне теперь это выгодно. Потому что они имеют шанс дропнуть предметы. Их будет много, и предметов потенциально может навалить, будь здоров, как. Это очень хорошо. Нереально круто. 30 накоплений, блин, но шанс получить один урон в начале каждой комнаты. Этот, блин, будет поджирать меня прям постоянно. Я не знаю, я боюсь, что это вдруг будет два дамажа всё-таки, потому что по мне весь урон вдвоен, ведь. Тут нигде это, по-моему, не посмотреть, да? Сверху сложатся черепки отображены, но... Абсолютно нет, но по-моему, весь урон Х2. Собственно, поэтому не особо хочется. Понятно, что на ловушке он тоже работает, да, но по-моему, он работает и там на инъекции и прочее. Ауч! Давай сюда наверх. Окей, хпшка. Ну тут пройти на место, надо как-то вернуться и не упасть на шипы. Чёть! Рано нажал на рывок. Так, давай сердечко тогда. Хиляемся раз и... Куда мы здесь идём? Можно пойти на... Блин, либо на сундук плюс дьявола, либо на сундук плюс инъекции. То и другое залутать не получится, к сожалению. Можно, знаете, как пойти наверх, на бой, потом на вопросик. Потому что вопросик может, видать, даёт мне статы. Так, стараемся не вынести этих челов, потому что в прошлый раз они мне конкретно так мешали. На инженерии ещё хрен с ним, допустим, да, потому что на инженерии у тебя полный хаус. Трица, ты рандомно просто от них уклоняешься. А вот на хулигане на этом так не получается. Там не хочется добавлять врагов себе вот таких дополнительно. Окей. Так, и вот этих теперь ещё осталось. Такие противные мобы убегают от тебя. Да, этих челов, их не фиксированное количество какое-то на этаже. Они могут тебе как попасть целой толпой, да, там, типа, регулярно кому-то с ней встречаться. Так может им особо не попадаться. Так, идём направо, получаем. Плюс один силы получили. Хорошо. Весьма достойно. Так, 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 эта штучка, она сверху активирует. Мне это нафиг было не нужно, но я в итоге отхватил от другого. Дай инъекцию. Аккуратненько. И вот так вот, отлично. И здесь фрукты есть. Отхиляться. Ну, инъекцию дадут мне, нет, дропнут хотя бы одну. Не хотят вообще. В принципе, я на тот предмет не так много денег потратил, поэтому мне не прям настолько уж сильно обидно за это, но всё-таки. Раз, два, три. Ждём. Пытаюсь подобрать момент наиболее оптимальный. Аккуратненько, аккуратненько. И к сундучку. В сундучке есть лук на минус энергию, минус технологии, какой-то отстойный лук, если честно. Хотя у нас, типа, оружие тоже не то, что прям какой-то must-have. Было бы неплохо поменять себе основную пушку. Хотя я энергию как будто бы хочу в первую очередь тратить именно на восстановление всё-таки. Не знаю даже. Так, идём вниз. Получаем плюс один хп. Замечательно. Так, а этот чел... О, инъекцию дали. Правда, технологию дали. Минус один хп плюс большой нос. Получать инъекцию при покупке товара. Блин, у меня инъекции в два раза усилены, да? Вроде бы. Да, они в два раза усилены. Покупать дешёвые предметы и получать инъекцию. Блин, не знаю даже. Ещё минус один хп получаешь сверху. Ну, у меня сейчас все предметы будут стоить прям до хрена, слушайте. А купят ли они того? Я же буду хотеть покупать что-то более-менее хорошее. У меня будет минус 25 процентов, потому что у меня 25 сейчас имеется. Я могу сейчас целую кучу примеров покупать, а так будем гораздо меньше. Блин, мне кажется, что я не готов так рисковать. Ещё и будем получать урон от этих инъекций. Как будто бы... Как будто бы можем закопаться просто в итоге. Что-то у меня вот есть такое предчувствие откровенное. Так, 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 не торопимся. Ну, сердечко теперь гасим. Только не рядом с ним. Монеточки. Можете... О, хорош. Я только подумал, типа, было бы неплохо получить инъекцию. Получил инъекцию. Вторая уже выпала. Сначала вообще... Ох, нифига какие они быстрые здесь. Что я впервые вижу, по-моему, такие быстрые Моргенштерны. Ловушки эти. Так, а как сюда попасть? Ай. Наверное, куда-то справа скорее сюда. О, слева в смысле надо было спрыгнуть. Ладно, я туда не полезу, наверное. Там я максимум получу себе немножечко денег. И может быть один круг так себе окупится. В сундуке у нас Уолтер. Во, не Джоуи, а Уолтер. Вот он дает лекарства инъекции. То есть, 4 брони стоит того. Вот он замечателен. Я название, оказывается, перепутал. Пофиг этих гасим. Пускай будет под щитом. Хрен с ними. Так, давайте хп-шку себе вот так еще. В основе в том, что тут я. В принципе, кстати... А, нет, смотрите-ка. По-моему, когда я бью по сердцу, я только сейчас об этом задумался. По-моему, я не регеню себе энергию. Секундочку. Меня почему-то триггернуло, и только сейчас об этом задумался. Но вроде такого эффекта нет. Так, еще плюс 2 хп, либо 2 силы. Ну, 2 хп лучше уж. Кпшка как стат гораздо тяжелее находится в таких количествах. Можно будет ею жертвовать. Дополнительно при большем желании. Что ты мне даешь? Хотя, кстати говоря, неплохая штука. Потому что фригаделика мне особо не нужны. Эта штука тоже работать не будет, но она дает 14 колючки, 13 портонов переговора. А колючки для меня это сила. Это три силы нам дало. Окей, спасибо. Хорошая оружие. Подойдет. Убийство существ дает в 3 раза больше энергии. Но меня сейчас не так сильно это интересуется. Убийдует док-предмет, способность оглушает цели на 0,5 секунды за 1 раз за врага. Даже не знаю. Можно, в принципе, вот эту комнату взять просто потому, что она проще будет. Наверное, да. Так, мне тут, к сожалению, перки не самые желанные какие-то попались. Сердце статеря по-моему уничтожает существа, когда касается их еще. Окей. Тут хотя бы такая комната, в которой есть, конечно, летающие враги, которые будут немножко напрягать. Оп, 5 колючек и 1 силы считайте сверху. Но в целом тут можно сверху держаться спокойно. И... Два из трех врагов не представляют серьезную угрозу в таком случае. А от колючек каких-то... От ловушек, точнее, я смогу и так задорвить. И держаться, в принципе, в одной стороне карты. Тут, ну да, такой момент, который я обычно забиваю болт, пытаясь там, типа, пройти, какая бы аренка не была, но на самом деле иногда бывает, когда у тебя не настолько сильный ультимативный забег, тебе стоит учитывать, какие враги на аренке. И возможно, что стоит взять неоптимальную прокачку в пользу того, чтобы просто не скиснуть точно уже. Если у тебя так особенно все более-менее окей, было бы, да? Именно тебе аренку надо продержаться, чтобы это такое, что боссов и так снесешь, а аренки прям проблемы могут доставить. Сердце там бегает, блин, где-то. Его пока не уничтожишь, следующее нет смысла вызвать, потому что оно заменится просто. Да убей ты его! Так, хорошо, плюс фруктик, плюс 2 хп еще. А, 2 хп добавил, 2 хп отнял еще, да, и поэтому у меня получается, что 4 здоровья не хватает сразу, потому что 2 хп добавил, не заполнит их. Так, сейчас уничтожаем. Каждый удар по врагу базовой атакой, которая не убивает его, носит 1 урона всем врагам, плюс 1 за каждый удар до конца комнаты. Вот это крутая штука. Плюс 5 силы, кстати, минус 1 хп. Оглушение при первом ударе по врагам. Блин, я не взял инъекцию туда. Блин, сейчас бы могли коралловую взять и убрать эффект минуса переговоров. Хотя, опять же, у меня плюс 38% уже. Так было бы меньше. Так было бы сейчас просто 0 или там с копейками. 0 было бы, да. 5 силы. Ну, давайте 5 силы берем себе в общем-то. Вазу берем. И оглушение врагов при первом ударе по ним, наверное, стоит. Хотя, может не такое, это прям необходимая вещь. Ну, тяжело ли. Гантели. Это крутая штука, но она защитная способность. Меня моя интересует. Кольцо я возьму, харизму, это хорошо. У меня есть оглушение от харизмы? Да, у меня есть оглушение от харизмы. Вообще замечательно. Берем себе еще хп вот так. И все. Неплохой магазинчик. Погнали, боссы. В этот раз первый инженер. Надо с максимальным хп избит выйти. Так, активируем турельки. Они, в принципе, их достаточно для того, чтобы выносить какую-то мелочь везде. Так, давайте. Ауч. Вот так, нормально. Ныкаемся пока что. Инженер не трудный босс в большинстве забегов. Он достаточно удобный такой для вливания по нему урона. Снесли его вполне. Достойно. Так, давайте. Регнемся. Еще существ уничтожаем. И в этот раз мы должны точно справиться с этим боссом. У нас гораздо лучше параметров. У нас, правда, по-моему, дамага возможно... А нет, дамага не меньше даже, я бы сказал. Этот чел, когда рядом с тобой находится, если ты рядом к нему подкнуешь, тогда он зачастую бывает прыгает, например. Ай. Ну, не всегда. От выстрелов плотную тяжело понять, что бывает. Есть. Потому что какая-то толпу такую вызывает прям. Дей, дей, есть. Вообще порвали. Просто в щи. И вот старая монетки за 10 ударов по врагам. Вот это то, что у нас краска работает. Причем скеллица от харизмы, которой у меня много. Я харизматичный сегодня, да. 80% есть. Не убил сердячко, правда, надо было убить его. Восстановились бы до конца. А давай сейчас восстановимся. Тут принц существа еще подрегенят нам энергию немножко. А не считайте, когда у тебя... Они регенят, как обычно, дар по врагам. И когда X3 от них реген идет, да, то это как вот... Ну, одну энергию тебе регает за каждое существо. Это прям можно очень много обилки им пользоваться. То есть тот перк, который увеличивает восстановление от существ, его реально не стоит недооценить. Он очень мощный. Я просто вот как побегал за кадром, я его начал хватать просто за папиллона каждый раз, когда мне выдают. Очень сильно он повышает комфорт. Так, погнали здесь на вопросик, на ангела там и так далее. Не знаю, что сейчас получится в этом забеге, потому что есть парги, которые здесь на этом этаже бьют по 2 хп тоже, которые весьма опасные для меня, соответственно. И босс в конце бьет больно. Особенно. Но шансы есть у этого забега вполне. Он достойный. Тактика. Падла. Снесли. Так, не торопимся здесь слишком сильно. Игрушка, на самом деле, вот эта, я бы сказал, что такой, знаете, самородок-находка. У нее есть какие-то свои недостатки, но из игр, которые имеют вот такое количество отзывов в стиме, достаточно скромное, да, из которых я записывал, наверное, одна из самых интересных и прикольных, кайфово сделанных, реально. С большим количеством своих особенностей, тоже, тоже, тоже годных весьма. Ну, потому что у нее, как минимум, незаслуженно мало отзывов, да, понятно, что мало отзывов, потому что там не было какой-то раскрутки, там, издатель, издатели и так далее, оно не завирусилось. Братата завирусилась, потому что на хайпе был конкретно сам жанр еще в том числе, например, да. Ну, вот эта игрушка прям очень хороша тоже. Плюс энергия, плюс хп, либо же минус хп 1, плюс скорость атаки. У меня хп много, можно пожертвовать. Скорость атаки это очень крутой для меня стат, который у меня до сих пор был 0. Это очень большой баф. Удывает эффект еды не складывается. Это крутая штука. Все фрукты становятся лучшим, я знаю, тебе теперь энергию, хп и монетки, собственно. Ну, то есть, энергию монетки будет давать. Можно взять металлолом, чтобы притягивать к себе монетки, это как и пофигу, да, но можно будет тем самым металлом получить, собственно. Что лучше, мне не знаю, честно. Получится ли мне принести какое-то количество броней к боссу, я не уверен. По-моему, надо брать шефа, чтобы с большей вероятностью хп не просела у нас просто. По-моему, так будет правильнее. Клубов тут не самый приятный, потому что вот эти вот здоровяки, они бьют очень сильно. Тихо. Надо сердце убить, как-то это мое. Есть, наконец-то. Реально есть проблемы с тем, чтобы сердце покосить. Кто бы мог подумать, а? Еще сердце. А, оно убирает эти какашки, да? Оно об мои, наверное, шотается, а в вражеские оно удаляет просто. Я так понимаю. Окей, хорошо, справились. Но, честно говоря, аренка такая была немножко страшноватая. Вот, об мою, видите, она сдохла. Причем даже не сломала. Четыре технологии. Ну, возьмем, допустим, потому что я здесь отхиляюсь просто целиком спокойно. Удывает количество существ, в каждой комнате это надо не путать, потому что я регулярно как под существами воспринимаю врагов. А существа это именно вот эта мелочь. Это имеет смысл взять, на самом деле. Хоть и поздновато, но и можно взять. Носит два урона всем врагам, когда вы бьете врага базовая атака. Зависит от технологии. Вот тоже меч молнии очень крутая штука для пепеллона в том числе. Каким-то взять меч молнии и кулак молнии. У тебя от технологий скелется и базовая атака, получается, да, и еще и по всем врагам будет урон. Очень мощно. Доберем себе вот это, берем себе меч молнии и тоже и кровавый зуб. Еще больше дамага. Говори, Роу. У существ есть шанс уронить монеты при смерти. 5% шансов заблокируется урон, 20 технологий шансов получить один урон при использовании атакующей способности. Мы атакующую обилку вообще не используем. 20 технологий добавят нам... Что? Добавят нам немножечко урона в эту штучку, в этот меч. Будет типа 4 урона у него, возможно. По-моему, немного это. Вообще, ни разу, немного. Но что-то еще у нас технология работает, нет? У нас же базовая атака не с келлицем и кулак так и не взяли громовой. Если бы взяли громовой кулак, то одно дело. Просто это 200 монеток. Давай, ладно, хрен с ним возьмем. В целом, я такую еще обилку реально не использую. Может еще громовой кулак найдем. Сейчас есть шанс дропнуть монетки, но это окупится, я думаю. Потому что сейчас в два раза больше у нас их прям вообще дофигище должна быть сейчас. Так, запускаем. Так, вот эти вот еще больно бьют. Они достаточно резкую атаку имеют и при этом бьют на 2 хп. Что, затыкаем сердце? Да, в моем случае на 4, то есть, я имею в виду. Ай! Ловушкой прилетело. Еще хп-шечку. Тут реально, вот видите, много как бы отхватываешь, реально хочется обеспечить себя хорошей выживаемостью. Вот корзинка фруктов очень хороша в этом плане. Но у меня сейчас сердце, который тоже, в принципе, под апгрейдом регенит неплохо. Так, сверху есть ангел. Наверное, ангела пойдем, да. Так, и тут, наверное, надо снова использовать сердце, потому что есть что зарегенить. Хотя мы могли фрукты найти, но пускай лучше не будем скупиться на энергию. Фруктик выпал, кстати говоря. Как раз, да. Но у нас все окей. У нас, кстати, метал... А, металлом один у нас есть, да. Я думаю, что у нас броня появляется регулярно. Логично. А, у меня металлом от куклы же, точняк. Я думаю, что в прошлом забеге вроде бы я получал только лишь предмет на один металлом. В этом не было, но в этом у нас куклу дает. Капашечка. Может, еще будет инъекция как антисуществ? А, существ много все-таки. Причем, заметьте, предметы вот в одной комнате у меня из врагов подропались активно с рюкзака. А сейчас особо так я их не прям шибко встречаю. Нет такого большого изобилия. И в других аренках тоже особо так не дропались. Походу, вся удача ушла на эту комнату. Я так понимаю. Так, существа, существа. Две брони. Существа имеют шанс инъекцию дропнуть. Еще одно такое. Два процента будет, я так понимаю. Ну, давай. В два раза больше, типа. Может, успеет еще надавать что-то вкусненькое. Так, сердце. Как только получаем брон, сразу выпускать сердце надо. Не ждать, когда мне хп понадобится регенить. Вы взрываете на 30 урона, когда когда ваше снаряжение уничтожают. Спасибо. Полезно. Персок, который не может снаряжение таскать. Ай ты, блин, сердце случайно вызвал по инерции второе. Так, давай так. Сделаем еще. Восстановились до конца. Ай. Больше не до конца. Ох ты, блин. Больно. Пачек. Окей. Блин, куда сердце убежало? Хватит. Хилка. Есть. Живы. Вполне восстанавливаются. Но уверенности такой, знаете, халявы прямо уж нет тоже. Из таких минусов в игре, как я вот сказал, да, уже, если так вот говорить об этом, да, это то, что игра очень долго разгоняется. То есть тебе надо слишком много в игру наиграть, чтобы повысить как-то уровень сложности. А начальных уровней сложности, она очень просто проходит. Ее сейчас можно запасировать за некоторых персонажей, да? Но очень растянуто получается, что за каждую персу надо сделать по пять победных забегов, чтобы открыть максимальный уровень сложности, понимать? Не просто забегать, а пять победных забегов. Это очень много прям. Средний. Понятно, что в Айзеке там вообще дофигище требуется зачастую тебе, да? Но Айзек это такое вот бесконечно большой рогалик, можно сказать. Есть, снисли. Силу берем себе. Еще восстановиться в этой комнате постараемся. Ай! Все, да? Закончилось. Еще две силы. Вот здесь прям шприцов насыпало отлично. Возможно, что это... А, да, да. Это возможно, нам давал этот самый, как его. Не Джоу, а Уолтер, да? Пять силы минус... Пять технологий минус две силы. Это того не стоит. Я думаю, 50 силы уже, 43 технологии. 43 технологии. Не проверил это там, да? Да, 4 урона по всем врагам в комнате при ударе. Плюс у нас еще есть ваза, которая дополнительно настакивает уроновщик по врагам. Так, в высоте прыжка в спириджене либо база так имеет шанс нанести двойной урон. Это будет получше всего, я думаю. Так, давайте сердечко выпускаем. Забиваем его. Я не посмотрел, какие там будут враги. Так, ловушка. Так, пасть. Дымухи эти, блин. Мне не нравится этот комута. Совсем не нравится. Может, стоило в центре просто держаться, например. А, или, например, с этой стороны вообще, потому что тут нет этой... Тут есть стреляющая ловушка, конечно, что тоже не очень приятно, но тут нет льющейся, которая буквально на земле мне отсекает нормальный додж. Так, прыгаем. Но прыгать слишком тоже нельзя, потому что сверху контрят, окей, справились. Но не без напряга. Кровалый щит плюс 8 колючки, но это хп дает себе заблокировку. Щит, кстати, весьма такая хорошая штука может быть на этом этапе. Уждают ненадолго к тебе неуязвимость, все такое. Охотничья туника. Берем себе, хиляемся просто. Так, параметр в ноль. Можно это взять, чтобы она нам больше не попадалась. Вряд ли у меня параметры каких-то в ноль уйдут. Но там не меньше нуля, чтобы не захотел найти этот парень заново. Так, две силы, два хп. Две технологии за каждого питомца. Плюс 6 технологий даст мне, да? Один хп падаешь быстрее. Удваивает монетки в разрушаемых объектах уже, наверное, поздновато. Создаете душ, когда приходит при входе в ком зависит от харизмы и максимального хп. От харизма зависит количество, от хп, по-моему, зависит их урон. Девять душ, то есть нехило так, так сказать, Давайте это возьмем, оно недорогое, в принципе. Может силу душу взять, хрен с ним. Не, она дает мало. Давайте желтый. Пытку нельзя. Череп. Здесь технологий минус одна энергия. Стоит в С6, стоит только для вот этого. Для меча молнии буквально. Один урон. Шанс заблокируется урон. Хорошо. Баззаки имеют дополнительный урон от шиповские лечись. Это хорошо для, наверное, какого-нибудь для робби. Кто еще там играет от шипов, я не помню. Шипы, это когда у тебя под броней. Мы от шипов не играем, мы их вряд ли будем набирать просто. У меня их нет сейчас. 20 технологий вот снова. Снова есть череп, да? Ну, давай берем кровяное топливо, 20 технологий без минусов по энергии такого, в принципе, пускай будет. Оставляем деньги на потом. Еще, наверное. Не хочу сейчас реролить. У меня, в принципе, уже я не мимо. Хотя, может быть, стоило реролить, потому что я могу много скупить. На этаже у меня магазина нет никого, к сожалению. Как прилетает плюха на 4 хп, это сразу просто триндец вешается. Почему-то мне кажется, что я скисну на финальном боссе, если честно. С такими его ударами, с таким уроном, на нем надо быть очень аккуратным, а бой у нас какое-то время будет длиться. Радует, что не увеличено реально хп у врагов. Иначе бы ты прям сдушился в этом плане, потому что динамика игры получается, она не падает, не просаживается. Тебе не душат залеги даже вот со временем вот так вот. Куда мы хотим пойти? На муравьев в принципе можно сходить. Они бьют, по-моему, пояснички по умолчанию, значит сейчас будет по два. Принк можно выдержать. У меня атака массовая. Да, мы должны муравьев порвать прямо. Сейчас идем вниз, потом направо, потом вверх, через вопросик и на босса. Да. Все на этом замечательно. Пять. Нормально. Хорошо. Там существа немножечко остались, но давайте вот отсюда вынесем. Вдруг бы он дропнулся. Монетку. Монетки притащились. Во, за мной, смотрите, летают уже призраки в больших количествах. И они будут мне в комнатах вот так вот немножко помогать зачищать их быстрее. Ради этого я в первую очередь взял. На боссе будет очень хорошо работать мой меч молнии и ваза, потому что я босса бью. Увеличивается урон по врагам, соответственно, которые будут появляться. Есть. Так, плюс. Шприц выпал на технологию. Прямо скоро босс будет, правда. Ну ладно, все равно возьмем шприц. Принемся давайте еще разок. Стоит ли брать череп, потому что у меня запас энергии, как мне 6 энергии хватает на 2 сердца все равно. Но прикол в том, что если у меня 7 энергии, я 2 сердца признавал и следующее сердце я быстрее заряжу. То есть у меня все равно как бы запас полезен. Я не думаю, что мне стоит брать череп. Ради одного лишь меча молнии в баню. Ай, зря выпустил у меня почти пол КП. Блин, теперь надо было сначала инъекции подобрать, а потом уже сердце добивать, но не дрогнуть как-то не очень вовремя. Мясной шарик, 21 урон, он может часто весьма 7 бить. Давайте возьмем это. 6 ХП. Хилка за 46. Давай, в принципе, она недорогая совсем. Броню брать не буду, потому что это 2 брони считаете, только лишь. А теперь 8. Может, стоило бы взять. Ну, это стоит взять, наверное, или с нем. 2 ХП отнимаем, да? Зато 4 броньки есть. Смотри, ХП можно оставить себе. Так, есть глаза, мозги. Мозги, в принципе, можно и обойтись без них. 5 сил и минус 1 ХП. Нужно ли мне 5 сил? Потому что 5 сил на фоне 50, это уже не так много, как на фоне 20 было. Скорость таки я беру, а вот это не знаю. Сердце тоже. Мне бы сердце найти в стресс остатами какое-то было бы неплохо. Мозг. Ну ладно, давайте возьмем себе мозги, так уж и быть, пускай будет у нас сегодня. С мозгами поиграем. Спортивные насекомые, поехали с муравьями разбираться. У них у каждого есть по 2 фазы, там по ХП это не особо понятно, и когда фаза проходит, то они начинают стрелять агрессивнее и бегать быстрее. Ну, стреляют, стреляют более плотным потоком, но мы это не почувствовали совершенно. 2 к энергии даст 9 шипов, наверное, мои переговоры все-таки получше. Хотя, ну да, пускай наш, наш кукол останется, наверное. У нас еще будет впереди магазинчик. Есть куда слить, хотя вот это вот, ну, 2 энергии могло пригодиться где-то, ну ладно, не будем брать. Не думаю, что тоже так зарешает сильно. Ай! Так, давай вот так-то сделаем, да? шприц. Шприц. Он даст 4 брони. Это выгодно, поэтому берем сердечко. Забили его. Плюс хп себе восстановили и с 4 бронеками как раз таки остались. Вот зачем шприц такой, например, мне выгодно брать в этом плане. Ну, не говоря о том, что, в принципе, он дает 4, и 4 отнимает 2. Ай! Пока дойду, сейчас обратно садим эту броню сюда. Ну да, в принципе, один бронь остался. Зато еще одну дропнули, хорошо. Правда, она пошла, а дни один урон пошел в броню сначала, поэтому получили. Не так выгодно вышло, ну ладно. Так, шанс залокировать 10% урон. Неплохо, кстати, потому что у меня уже есть 2 черепахи, а у меня это будет суммарно 20% шанс с блока урона вообще-то. Ваш питомцы, питомцы активируются в своем способности в 2 раза чаще, уже поздно. Давайте вот это берем себе. Это он отличный. В принципе, я, наверное, сердце использовать, потому что пока мы будем получать урон, я уже восстановлю себе энергию снова, пускай вы 20 минут, как раз уже. Тихо-тихо-тихо. Отлично. Эти мужички, они такие противненькие немножко, они подходят и очень резко атакуют, выкидывают таких червяков типа. Есть. Топор выбили. Минус 6. Или мне показалось? Наверное, показалось мне. Он не должен бить меня на 6 явно. Минус 4. Не, нормально все. Походу, что-то минус 6 что-то другое было, наверное. что они так больно не бьют. Так, справились. Давай сердечко запинываем. Что у нас тут нам не надо? Топорик. Топорик тоже не надо. Шанс заблокировать входящий урон берем себе и это у нас финал, ребята. ХП раз. Теперь, значит, давайте броню пока подождем. 5 колючки, это 5 сил. Это 1 сил даст нам еще, так что хорошо. 2 хп берем. Борода 2 силы даст и все, да? За 154 в принципе неплохо на самом деле. 5 металлолома дадут мне 2 брони с большей рябностью. Ну, успею сдать. Но минус 1 силы дает. Нужна ли мне это кукла? Не знаю. Я и с одним металлоломом могу 2 брони получить, но очень быстро. Давайте будем так, ладно. 5 силы, к силе минус к высоте прыжка. Джоуи защищает от настенных шипов. 1 к энергии 3 вампиризма. Опа. Так, а вот это наверное я возьму, пожалуй. Берем себе шпиц. И теперь пытаемся как-то захиляться еще. Окей, все. Джоуи даст ли мне хотя бы один инструмент в бою с боссом? Я не уверен. Давайте льров еще сделаем. Технологии за живые существа. Заразу шум объекты. О, битекса циверя. Нормально. Давайте еще поищем что-нибудь. Циклоп. Опаньки, золотой меч. Отлично, 6 силы. Такая технология минус скорости атаки. Давай, да, берем себе вот это. Можно взять циклопа, который будет постреливать порой шарами энергетически. В принципе, он нам даст им бакта больше, чем растение. Давайте берем его. А, я могу и то, и другое взять. 69 монет у меня ровно осталось. Снова это число меня преследует прямо. Как сейчас так получилось? Не знаю так. Так, ну и погнали на финал практически. Сейчас у нас будет два босса подряд. И, по-моему, тут анг заменен, если не ошибаюсь, на большую хилку просто на троечку. То есть анг не будет. Это тоже надо учитывать. А, и, кстати, погоди-ка, а сейчас будет три босса подряд выходит или как? Я вроде и проходил эту сложность за это перс получается. Раз я пятый открыл, но я не помню уже. Я как-то прошел так быстренько, очень легко. Что, даже не уверен. Да, сейчас, походу, три босса подряд будет. Сначала муха, теперь и гребной король. Меня он больше напрягается царя сейчас будет, наверное. Ну, там еще шипов целая куча потом будет на второй фазе. За ним будет тяжело бегать просто. Броня закончилась. Окей, забили его более-менее. Хилочку давай еще одну. Более-менее нормально. Два хп, 10% скорости атаки и два максимальной энергии. Кстати говоря, кукла неплохая под конец. Металлом один не зарешает, так скорость атаки добавить это приятно. Хиляемся и теперь существа добиваем последних. Просто ради энергии. О, а, блин, у меня фулл хп. Зря он потратил свою энергию, ну ладно. 26 здоровечка это вообще не настолько много, потому что по 4 бьет босс. Надо быть очень аккуратным с ним. Могу слиться, будет прям досадно, мужчина. Так, это у меня такой большой урон сейчас влетел со старта, потому что взорвались мои эти челы все. Какие-то мухи летают зеленые. А нет. Залокировали урон, окей. Сердце паскобегает. Вторая фаза пошла. Пока все вроде бы в порядке. Убегаем от него. Так, этих мулов выносим всех самых опасных. По-моему, мы должны справиться. Есть! У нас даже фулл хп примерно. Но мы собрали прям, ребят, хороший билд. Где-то было напряженненько. Максимальная сложность, конечно, заставляет гораздо... Ну, понятно, что в два раза больше урона заставляет себя гораздо больше... Ну, больше требует забеги найти всякого. Больше где-то должности и так далее. Мы прошли ее за наиболее такого простого персонажа. Плюс 30 колючек получаем предмет, который открывается за... За пятую фазу за этого перса. Как раз таки, да, сигнатурный предмет этого перса по сути. И 10 технологий вы не можете иметь куклу, обработан обратно на землю. Это перк какой-то, судя по всему, да? Либо со старта перк, либо, не знаю. Написано предмет, но, видите, он в таком прямоугольнике. Это именно перк. Либо же это... Мне кажется, что это стартовый перк, а не за этот самый, как его. А не за аренку. Вот, ребята, как-то так. Я думаю, что мне пройти примерно за гладиатора, за бабука, за мясника будет так же пятую фазу. Возможно, нетрудно. За вуби, думаю, тоже. За зомбида под вопросом. Надо побольше с ними поиграть. За роби под вопросом. Думаю, посложнее, но тоже терпимо. А вот за пепелона реально пройти их было бы, ну, прям потненько. Прям долго будешь искать, наверное, заветный забег. И пока будешь искать, ты настолько уже натренируешься. Но за других персов просто так же можно, в принципе, сделать примерно такую же имбу. Совсем уж фейсролить, конечно, здесь уже, наверное, не стоит. Но, тем не менее, много хп ты восстанавливаешь себе от фруктиков и прочего. Столько вампиризма и даже больше можно за другого перса спокойно идти. Столько же хп, в том числе. У него, например, просто есть изначально какое-то предрасположение. Да, 5-5 вампиризма есть в старте. И все. Он может играть как фейсролла. Но ты не хочешь, потому что тебя уже бьют очень больно. С других персов тоже такой же примерно билд спокойно можно собрать. Оружие у гладиатора, у бабука, у мясника у них у всех комфортное. У Вуби мне тоже вполне себе нравится. Но у Вуби у него старт по хп очень хрупкий. В этом плане ему труднее. Но если ты найдешь себе, опять же, какие-то инъекции всякие и так далее, того же Джоу или как его там, Уолтера, точнее Уолтера пораньше, то это все тебе зароляет, зарешает. Вот, ребята, такая игрушечка. Может быть, вызовь, ко мне будем поигрывать, возвращаться, вспоминать или что-то еще такое. Мне просто хочется, я за кадром, я вот поиграл за Папеллона. Мне хочется за него пройти максимальную возможность. Уж самая такая трудная, наверное, ачивка из всех, которые есть в этой игре. Но, к сожалению, тут за каждого перса надо именно по новой все уровни сложности вот так вот последовательно проходить. Но за Папеллона даже вот на второй уже непросто может быть. Реально перс значительно труднее всех. То есть там Роби, который оказался неудобным таким, он даже и близко не стоит. Ты, конечно, можешь тебе попасть на сильный забег за него, да? У Папеллона потенциальный ДПС весьма неплохой, но опять же, у тебя половина атак в ДПС, если смотреть, да, по боссу, например, она уходит у тебя. Тебе приходится регениться еще. Она очень неудобный, как у реген. У нее, конечно, много технологий, много дамага может быть. Может быть крутым, если ты соберешь себе петов. Но у меня вот сколько я пробовал, да, за кадром в том числе бегал, во многих забегах я просто не находил технологий. У меня было 20 технологий, там, не знаю, ко второму боссу, условно говоря, там, может быть, 25, там, 28. То есть в этом плане очень тоже так зависит от того, найдешь ты или нет, например. Кайфовая игрушка. Реально я очень, ребят, рад поддержке зрителей в комментариях в активе, в принципе, под этой игрой, потому что я очень избирателен к играм. И когда игра, она такая вышла уже достаточно давно, имеет мало актив, не имеет особо популярной какой-то активной аудитории живой сейчас, да, которая хочет ее прям смотреть. Такую игру записывать очень рискованно, потому что она будет, скорее всего, иметь маленький актив и еще быстрее и быстрее он будет снижаться. Но поскольку эта игра оказалась настолько увлекательно-зрелищной и интересной, ее многие продолжали смотреть после ознакомления с первой серией. Вот так вот. Даже несмотря на то, что сама по себе игрушка малопопулярная. Но тем не менее, многим зрителям, кто был на канале, она очень понравилась, мне это было безумно приятно. очень был рад. И мне она тоже, ребята, еще зашла. Реально кайфовая игрушка, реально добротная. Есть какие-то цвея грехи, но вот, я говорю, она и недорогая, и как-то популярности могла бы иметь гораздо больше. Мне прям понравилось. Хорошо сделано, по-человечески, с душой. Удобно, динамично, со своими особенностями. Не понимаю я, что вот тут за ачивки такие? А-а-а, это ачивки за пятый уровень сложности. На уровне опасности 5, наверное, типа здесь. У меня они до этого не отображались, потому что у меня пятый уровень сложности не был открыт. А я-то думал, что это за ачивки такие, как будто вот тут отдельный персонаж еще. А это вот оно что. Теперь понятно. В общем-то, ребят, как-то так. Еще раз хочу сказать огромнейшее спасибо Славику за донат в 3000 рублей с сердечком, огромнейшей для меня поддержкой. Большое спасибо, мне это очень приятно, это очень ощутимо. Надеюсь, что игрушка этой серии понравилась. Шить своими, ребят, касаемо усложнений. Ждем DLC на брататку. Может быть, я сделаю видосик или пару видосиков, ну, скорее, один видосик, может, по Lost Potato будет, ребят. Это игра тоже от Blobfish, от этого же разработчика, но это вообще его первая игра. Она выглядит достаточно простенько, я бы сказал. Там есть какая-то своя интересная тоже механика, но вряд ли она будет прям такой вот, прям такой реиграбельный, настолько интересной все-таки. Может быть, сделаю, потому что она просто недорогая, на одну серику такую можно было бы. То есть она вот такая вот аренка, и ты тут должен, типа, какой-то то ли ты играешь за чела, которому надо такой, типа, рогалик, но пазловый. Тебе надо врагов толкать на ловушки. Что-то такое я слышал. Не уверен точно. И, соответственно, распоряжаться грамотно своей комнатой и так далее. Выглядит западно, как такая вот мини-игрушечка. Можно было бы один видосик, например, по ней посмотреть. Там она по скидке еще дешевле, наверное, будет, если будет скидка на нее. Да, вот так вот. Потому что какие-то большие игры, более дорогие, я не могу позволить себе по одной серике так смотреть. А тут можно было бы глянуть так немножко. Может быть, это сделаем. Но вот разработчик Бог Клиш мне прямо очень импонирует в этом плане, вот как я. Очень люблю разработчиков The Game Bakers, да, разработчики Haven, разработчики Fury. Как мне нравится, например, Super Giant Games, где-то далеко не где-то какие-то моменты мне в их играх не заходят, но в целом я этих разработчиков очень люблю. Я проходил все их 4 игры и мы ждем Hades 2, например, да. Так и вот у Blob Fish тоже мне. У Blob Fish такой самый качественно как-то проработанный, знаете, такой к деталям, как будто бы человек сам реально играми живет, увлекается и понимает, какие моменты в плане геймплея нужно как сделать, чтобы было интересно, чтобы механики реально полноценно выполняли свою роль и так далее. Нет каких-то, знаете, это бывает во многих проектов, собственно. Особенно с большим финансированием, например, да, бывает так, что нарратив, например, какой-то, делается большой акцент, хорошо все с ним, а в механиках и в геймплее там прям вот есть прям большие провалы. В Blob Fish мне вот очень нравится его подход человечный и прям качественно хороший с точки зрения просто для игрока такого, знаете, более искушенного. Вот как-то так, ребят. Мы ждем две латышку на протатку, да, которая уже наносирована. Пишите вас касаемо этой игры. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вам зашло. Мне будет очень приятно. Ожидайте новую игру на канале. Кто-то тоже уже там. Скоро еще Spiritfall, например, будет в том числе. Это, ребят, если что, вот такая вот игрушечка в стиле Астрала Сента, то есть такой 2D экшн-платформер. На русский, да, он русский есть, но хорошо все. Фэнтезийный такой, весьма сочно смотрится. Тоже какое-то время я бы хотел поиграть, у меня одно время изначально не уверен был, буду я ее записывать или нет. Сейчас ее особо не спрашивают. Так, немного актив поигры под указ, как бы не очень вовремя записываю, да, но вот тоже планирую ее поиграть, посмотреть какое-то время, думаю, серии. 7-10 точно будет, а дальше будет видно. Так что вот она, например, скоро будет. Magicraft тоже вот есть. Может быть, по Принцу Персии запишу, который этот самый, как его, который от разработчиков Evil Empire. Я больших надежд на него не имею, на самом деле, но вдруг получится что-то любопытное. Пока не знаю, еще буду записывать ее или нет. Ну, в общем-то, да. Hades 2 вроде как сфера ранний доступ, я слышал, что-то ожидается тоже, как более-менее в обозримом будущем, не когда-то там, через год и так далее. В относительно ближайшее время что-то я слышал где-то, что между апрелем и июнем, честно говоря, как-то был удивлен. Но это я на каком-то сайте прочитал просто, где там разработчики SuperGiant Games вроде как были недовольны, что какие-то игроки послевали контент раннего доступа. Закрытого доступа, точнее. Ранний доступ, мол, планируется на себе скоро, не знаю на счету. В общем-то, тоже ждем. Много всего интересного грядет, ребята, и скоро будет. Оставляйте комментарии в своем видео, подписывайтесь на канал, в группу ВК, в турбайке, всякие фоточки, на сайтики не только. На сервисе в Дискорде подписывайтесь и пообщаться. Я старался, ребят, надеюсь, что вам зашло. Я желаю всем хорошего настроения такого же дня. Всем удачи, до новых встреч. Всех пускус, ребят, и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok